пазл друзья всем привет это видео будет о пазле от бренда мазал пазл вот такой вот симпатичные олененок рождественский олененок немножко о бренде сначала мазал пазл называется бренд они находятся в иркутске или точнее в иркутской области у них на данный момент три картинки дан бренд новый и всего пока что три пазла у них представлена это мишка енот и вот этот вот олененок мишка у них представлен в трех размерах енот по моему в одном и олененок насколько я знаю тоже в одном размере значит мазал пазл мне стало настолько интересно что же означает это слово мазал что я пошла в переводчик перевела оказывается мазал это мордашка то бишь бренд сразу в своем названии указывает то что он будет заниматься именно вот мордашками вот такими вот веселенькими морда пазлы но на самом-то деле вот эти вот как раз таки енотик и олененок достаточно симпатичные такие милые детские картинки детские картинки очень часто привлекают взрослых например меня привлек вот этот олененок как только он вышел у меня прям глазки загорелись все хочу хочу не могу и несмотря на то что он стоит тысячу рублей вот этот пазл здесь 70 деталей он стоит тысячи рублей мне многие сказали таня ты не считаешь что это дорого да возможно это не дешево но вот настолько понравилась эта иллюстрация что я прям сразу как увидела сразу схватила ну а теперь переходим к обзору несмотря на то что этот пазл был упакован в хорошую добротную картонную коробочку каким-то образом почты россии умудрилась повредить коробку пазла видите она ее как будто бы сжала не знаю что с ней делали на почте россии но вот ко мне пришло в таком виде обидно к сожалению с коробочкой могут произойти вот такие вот неприятные вещи на гранях коробки нет ничего она пустая а с лицевой стороны это смотрится вот так вот олененок картинка до название пазла название бренда сколько в этом пазли деталей 70 деталей размер самого пазла 27 на 26 сантиметров и написано фигурные пазлы из дерева насчет самой коробочки да что я могу сказать очень хорошо что да вот так вот внешне из боков напоминает всеми нами любимые коробки но вот именно вот этой вот верхней крышечкой действительно ребята выделились они пошли своим путем и оформили вот лицевую сторону крышки вот таким образом немножко другой дизайн верхней крышки и все и уже у них идет непохожесть на других это классно давайте откроем когда я открыла до открывается достаточно непросто но зато и не откроется туда ничего не высыпется когда вам это не надо так таким образом еще мне показалось когда я первый раз открывала что когда закрываешь коробочку открываешь да вот посмотрите вот здесь вот вот эти вот сами штучки которые держат крышку они тоже немножко ломаются при открытии закрытие от коробки от откалываются вот такие вот штучки и когда я открыла и вот все вам оставила как говорится в первозданном виде да здесь вот так вот лежал вот этот вот олень деталька я даже сначала не поняла то ли это деталька от пазла то ли это какая-то дополнительная деталь оказалось на самом деле что эта деталь от пазла не знаю но видимо я такая задумка чтобы когда открываешь когда вот убираешь вот эту вот бумажечку тебе сразу встречала вот такая вот симпатичная деталька чтобы настроение сразу поднималась но вот у меня еще и помимо детальки были вот такие вот брусочки и это видимо как раз таки отколтая вот это вот коробка да то есть коробочка у нас немножко сыпется и что с ней будет со временем не знает никто значит листовочка вот это вот встречает нас она из достаточно такой простой бумажечки что написано на листовочке приветствуем тебя друг в нашем удивительном мире деревянных пазлов мазал пазл не важно сколько тебе лет здесь ты найдешь для себя много интересного полезного разовьешь свою изобретательность увеличишь скорость мышления улучшишь память а также придешь спокойствие и забудешь о стрессе подписывайтесь на наш инстаграм мазал пазл следите за новыми героями пазлов и нашими акциями делись друзьями в история как собираешь пазл с отметкой нашего канта и мы расскажем тебе о своих историях отзывов здесь есть email это очень хорошо что если у вас будут какие-то проблемы можно связаться не только в instagram через директ но и написать на email потому что не у всех есть инстаграм и поэтому очень хорошо что есть электронная почта указание электронной почты но вот знаете насчет вот вот таких вот листовочек до которые вложены в пазл вообще вот вся вот эта информация о том как можно связаться с брендом о местонахождении бренда очень хорошо конечно указывать на самой коробки как это делают некоторые бренды потому что вот ну к сожалению вот этим листовкам свойственно теряться где-то кто-то выложил потом забыл куда-то это затерялась убежала улетела и все информацию тебя нет а коробка все-таки не потеряется и на коробке у вас всегда будет эта информация доступна здесь вот такая вот ткань это уже наверное не мешка вина она приятная очень плотная симпатично выглядит вот эта ткань вот опять у нас какие-то сколики и видимо опять эти сколики вот они от коробки коробка сыпется к сожалению и вот сами детальки еще когда вы высыпите детальки и загляните вот туда там есть еще одна листовочка она лежит уже под детальками вот такая листовочка я все сфотографирую все прикреплю на экран можете нажать на стоп и прочитать всю информацию здесь тоже есть информация об электронной почте здесь написано из чего состоит пазл меня удивило что пазл из хдф я думала что у них пазлы из фанеры но видимо первые были из фанеры а потом ребята до перешли на хдф они указали и березовую фанеру и хдф видимо из за того что да есть какие-то у них еще старые партии из березовой фанеры новые пазлы уже пошли в хдф и да они сказали о том что с фанерой они пытались поначалу работать но им не понравилось как работает этот материал и они решили перейти на хдф еще хотелось бы сказать про один такой момент что когда открываешь пазл у тех людей у которых достаточно развит нюх могут почувствовать некий запах до хдф пахнет и у каких-то брендов он пахнет менее до заметно у кого-то чуть более я не скажу что умазал пазл какой-то есть прям резкий неприятный запах он есть но меня в общем то этот запах не смущает я не могу сказать что что-то как-то ужасно пахнет но у людей у всех по-разному конечно развит нюх и надо быть конечно готовым к тому что пазлы из хдф пахнут все-таки из фанеры если сделан пазл там больше идет запах жженого вот этого вот дерева а в хдф и там какие-то странные непонятные запахи и немногим они нравятся так дальше ребята материал да как я уже сказала материал здесь хдф толщина у него небольшая миллиметра 3 такая толщина хдф я так понимаю что очень прочно входит в нашу жизнь очень многие сейчас производители переходят на хдф и все чаще и чаще мы будем встречать деревянные пазлы именно на этом материале надо наверное к этому привыкать давайте сейчас поговорим о нарезке первое конечно что впечатлило то что у я увидела очень крупные детальки сразу и открыла и говорю ой какие они крупные ну это как бы здорово ничего такого плохого я об этом не могу сказать лучше уж пускай будут крупненькие чем мелкие но потом я начала разбирать до пазл рассматривать все детальки вот такие вот детальки встретились и я хочу сказать что он это очень мелко наверное это конечно имеет место быть ну вот еще пожалуйста но я на самом то деле вот такую мелочь не люблю действительно все время преследует страх что просто потеряются вот эти вот детальки и такие очень легко не заметить потерять куда-то упала все потом исчезла пропала так еще про нарезку конечно хочу сказать про художественность нарезки сейчас нужно чтобы ее хорошо разглядеть нужно сначала пазлик собрать сейчас мы соберем а потом я дальше продолжу про нарезку вот такая милота у нас получилось олененок достаточно большой что даже вот я все боялась что он не влезет в кадр и он действительно вошел вот только тик в тик и что я сразу увидела когда собрала пазл впервые очень сильно нарезка дробит картинку мне такое не нравится действительно хочется наслаждаться с лицевой стороны хочется наслаждаться картинкой а тут мы наслаждаемся больше наверно нарезкой чем картинкой с оборота нарезка не так выделяется там как раз таки тонкий рез я вам с оборота тоже этот пазл покажу а вот с лицевой стороны видно всю нарезку можно пазл как говорится не переворачивать самом деле есть и у мираевых брендов деревянных пазлов примеру артефакта его нарезка дробит картинку ничего людям как бы нравится люди собирают и все окей я такое говорю не люблю потому что нарезка очень сильно отвлекает от картинки вот я пазлик перевернула вы можете посмотреть на то как он выглядит с оборота вот как раз таки то о чем я говорила на обороте рез тонкий и поэтому нарезку не особо видно ее видно всю с лицевой стороны а здесь вот ну вот то что мы видим то видим я правда никогда не касалась производства деревянных пазлов я не знаю как это все происходит но если бы это было возможно то я бы как раз таки делала так чтобы толстый рез оставался с оборота а тонкий рез шел на лицевую сторону кстати когда до вичи начинали у них тоже был очень толстый рез на пазлах что очень дарить дробила картинку и они ведь от этого ушли и тогда тогда картинка не будет так дробиться а наобороте вырисовываться будет очень интересная картина из нарезки ладно что еще сказать и нарезки я очень люблю в деревянных пазлах когда не просто понатолканы какие-то фигурки разрозненные а вот именно существуют сюжеты пускай они небольшие они какими-то местечковые скажем так но есть сюжет и мне действительно нравится что дед мороз со снегурочкой стоят вот рядышком с елочкой они где-то дед мороз тут снегурка тут ёлка вообще непонятно где действительно смотришь как картину целостную вот она создает вот нарезка создает целостную картину также здесь вот в этом месте до олежки везут подарки детям на санях конечно такие милые детские рисуночки они мне нравятся гораздо больше и привлекают внимание гораздо больше чем вот их первый пазл мишка там тоже мишка в скажем так уже достаточно привычном нам варианте орнамента сделан мишка меня не привлекает а вот эти вот и нотик симпатичные симпатичный вот этот олененок это да это уже мне ближе и такое меня может привлечь даже вот сподвигнуть на покупку изображение на пазл нанесено с помощью уфы печати прямо на материал еще хочу сказать насчет четкости рисунка вот вы знаете мне кажется что он не особо такой четкий каким хотелось бы его видеть это уже как бы о качестве печати идет речь мне немножко не хватило четкости линий вот здесь вот на коробочке это четкость присутствует все таки картинка здесь почетче а здесь немножко она размытий ну и как вы видите да цвета не совпадают с картинкой которая нанесена на коробку тут все поспокойней потемнее здесь поярче если говорить о деревянных пазлах и то что о чем мы говорим всегда заплатки и прожиги незаплаток в этом пазле нет прожигов я не заметила может быть есть какие-то вот затемнения да это что-то вот похожее на такое как прожиги но на такой картинке это незаметно если говорить действительно о прожигах то на оборотной стороне они заметны и они есть по всему полотну пазла но они такие не знаю мне не критично ничего страшного я в таких прожигах не вижу на тонких деталях у хдф тоже могут быть сколы и к сожалению да вижу на олене прям вот в собранной картинке я увидела что есть здесь сколик я приближе вам покажу к сожалению от сколов не уйти даже на хдф хоть и говорят что он прочнее но даже в хдф вы можете действительно столкнуться со сколами я хочу сказать о том что несмотря на какие-то мелкие нюансы которые ну немножко огорчают пазл мне в общем и целом он мне понравился я рада что я его купила я рада что он теперь будет жить в моей коллекции и радовать меня потому что я его еще не раз соберу он такой действительно праздничный на праздник на новый год на рождество его можно собирать и снова получает какие-то приятные эмоции но насчет цены если вот говорит о том рекомендую ли я вам ребята решайте насчет цены для себя сами дорого для вас тысячи рублей за такой пазл или недорого не знаю да еще кстати доставка будет 350 рублей вот мне лично 350 рублей стоило поэтому в целом мне пазл обошелся в 1350 тоже не забывайте о доставке знаю что по иркутску по моему доставка бесплатно поэтому если вы живете в иркутске в этом плане вам повезло и заплатите денег поменьше за пазл и если вам нравится вот это вот нравится картинки от мазал пазл нравится их исполнение туда возьмите попробуйте почему бы и нет я говорю я лично лично я не пожалела о том что я взяла целом мне понравилось так что вот такой вот отзыв друзья надеюсь что он вам понравился всех с наступающим новым годом с наступающим рождеством всем хорошего настроения спасибо за просмотр пока 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 а а а Субтитры создавал DimaTorzok